МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, ребят, на этот раз мы возвращаемся, я надеюсь, уже в нормальный прямой эфир и будем надеяться, что сейчас дальше все затягиваться не будем. Мы внутри игры, внутри игры абсолютно все игроки команд ДК и Альянс идут к нам с представления понемножечку, нам показали только что. Супер, а в любом случае первый матч, первый матч начнется буквально с минуты на минуту. Будем надеяться, что Дота будет крутая. В любом случае мы будем следить за всеми играми и это факт. Ну и остается, наверное, только дождаться вот сейчас представления... Дождаться только представления команд и начнется нормальная Дота. Мы же вам напомним, что, собственно, кто у нас участвует на этом турнире. На этом турнире у нас участвуют шесть команд всего-навсего. Вот он, Лода. Лода, Луну и Свена ему приписывают. Говорят, вот, Луна и Свена, это твои лучшие герои, братюня. Лода, в принципе, не против. И вот они аплодисменты. Лода, Джонатан Берг, как всегда в шапочке, в той же, в которой он играл на финалах в Киеве. Ну и возле него суппорт команды Альянс, EGM, Enter, God Mode. Кто не знает, собственно, напоминаем еще раз-то. Джерри Лунквист, EGM, позиция 5. Ну, собственно, китайцы так называют, видим, визажа и Рубика. Да, собственно, ему, скажем так, лучшие герои присвоили. Ну, возможно, действительно правильное решение. Так оно есть. Ну, дальше этого товарища вы знаете. Этого товарища вы знаете. А, не, ну это ошибка. Потому что Аки зовут не Густав Магнуссен. Густав Магнуссен, это имя, фамилия С4. Аки зовут Йоаким Афтергол, если я не ошибаюсь. Но я, опять-таки, могу ошибаться, потому что я точно не помню его имя, фамилию. Вот он, С4. Вот, я думаю, Густав, просто Густав. Ну, тут видно, что ошиблись китайские товарищи. Ну, да ладно, я думаю, не будем их за это пилить. И все будет хорошо. В любом случае, Густав Магнуссен, капитан команды, команды попивает спонсорский свой напиток. Ну и последний справа. Человек-друид. Покажите нам его, пожалуйста. Я думаю, сейчас нам его покажут. И увидим мы. Мерал Бульдога, да, это показали? Ну и показывают нам, опять-таки, наших китайских комментаторов. Я смотрю, внутрь игры, ну, все на месте внутри игры и готовы уже, в принципе, стартовать скоро. И вот она начинается игра, конкретно в ту секунду, когда мы ждали именно начала матча. Слава Богу, все-таки начинается этот самый матч. Огромное спасибо, собственно, нашим китайским коллегам за то, что все-таки они начали турнир. Ну и я вам напомню, что играют у нас... Играют у нас 6 команд. Ну, в принципе, в таком виде будем вам весь день показывать. LGD, GTK, Альянс, Лигвид, Оранж. В любом случае, заготовок под конкретный турнир у нас, к сожалению, нету. Ибо не предоставили товарищи организаторы. Да, я думаю, и не суть важна. Итак, ДК против Альянс. 8.31 утра сейчас в Киеве. Это значит, что началась игра с полторачасовым опозданием. Ибо в 6 цет должна была она начаться в арену. Я вообще приехал в 4 цет, что было уже, кажется, 100 лет назад. Ну, да ладно. Самое главное, что смотрим мы доту. Болеем, топим, конечно же, за наших... Скажем так, за тех, кто к нам территориально поближе, да. То есть... То есть за европейскую, конечно, команду. Ну, будем очень надеяться, что и европейцы из Альянса, и Ликвиды нам покажут хорошую игру. И будет все очень четко. Ну что же, Магнус справляется в бан вместе с Жидоу Демоном, Бэтрайдером и Виспом. Ну и первый пик ДК сейчас нас ждет. Что это будет? Что же это будет? Сейчас мы посмотрим, собственно, что возьмут нас ДК. Что это будет за фурст пик. Ждем. Ну что же, конечно же, конечно же, Бернинг будет играть у нас на Лайфстилере. Ну и вот теперь. С-4. Магнуса нету. Бэтрайдера нету. Чем ответит команда Альянс? Ну вот это вот очень интересно. Лишрака первым пиком. Ну, конечно же, Лондруид. Ну что же, Адмирал Бульдог. Ну и теперь нужно дождаться, наверное, что вообще будут пытаться с Лондруидом придумать эти пацаны из ДК. Не знаю, не знаю. Рубика забирает Драгонайт, парни из команды ДК. Ну что же, ДК у ДК будет в миде. Скорее всего, ну, понятное дело, что тут варианты могут быть абсолютно разные. Вплоть до того, что у нас до сих пор не пикнут гирокоптер, которого, в принципе, могут сейчас забрать парни из Альянс. Ну, могут, конечно, и не забрать. Посмотрим. Ух ты, нифига об себе! Вот это вот очень интересно. Бистмастер забирает Альянса третьим пиком. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну и в бану летает, мы видим, как будто знает ДК что-то, потому что Фантом Ассасин, который улетает в бану, это, конечно, очень интересно, может действительно что-то знать. В любом случае смотрим, что там Альянс придумает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было очень давно, я не могу вспомнить, какого числа. Ну, короче, это было еще в апреле, это еще было где-то перед поездкой в Польшу, то есть где-то в числах 15 апреля. В последний раз мы видели команду ДК. Сейчас я попытаюсь найти, собственно, где... Ага, вот он, этот матч. Ага, вот я вижу, собственно, этот матч. 2-0 с Зенитами они играли, это было 11 апреля. Я хорошо помню эту игру. Собственно, в этом матче заслужили как раз слотно от финала парней из ДК. Ну, вы понимаете, что за эти два месяца, за полтора месяца произошло довольно много чего в мире ДОТ. Да и не стоит вот так вот прямо сейчас вспоминать те пики, что было тогда и что они тогда набрали, ну и тому подобное. Понятное дело, что любят ребята играть Драгонайтом. Кстати, Рубик у них Моус Плэйт Хироу и очень часто они, собственно, играют именно с этим героем. Ну, посмотрим, как получится здесь. Ну, абсолютно то же самое с Альянсами. Ну, правда, Альянсы у нас доигрывали недавно Лигу Виплей. Там они выиграли у ЕГЭ пару раз подряд. Ну, и до этого, собственно, у них тоже матчей довольно долго не было. И, собственно, парни выиграли две онлайн лиги. Это Виплей и Премьер Лигу, да. И до этого, собственно, выиграли также финалы Старладера. Ну, и был провал в Больше, где они проиграли у команды Маус Спортс, если вы помните, со счетом 2-1. Ну, опять-таки, сейчас такая ситуация, сейчас такая ДОТа, что, ну, собственно, такие игры, такие турниры, что большинство команд берут паузы или не играют вообще, или играют очень-очень редко. И, собственно, поэтому как-то следить за какими-то там изменениями или за какой-то там историей очень тяжело. Да, если вот брать всех шесть участников этого финала, то если мы видели LGD хотя бы на отборочных, на Интернешнл и на Суперлиге, так же, как и IG, да, мы видели на Суперлиге, тех же ДК мы не видели, потому что ДК играет в группе B на этой самой Суперлиге. И мы еще не видели ни одного матча этой команды. Альянсы у нас играли онлайн на какие-то непонятные турниры, да, и, ну, это онлайн, да, это Нилан против Китая. Поэтому, в принципе, какой-то там толковый анализ не возьмешь. Но вот, опять-таки, пишет Мали сейчас в Твиттере, и мне тоже очень интересно, что это такое. Вот, Пистмастер берется, Джиггернаута банят, забанили в ответочку ДК Фантом Ассасинку. Ну, неужели это действительно какой-то Суперцирк, и неужели это какая-то новая выдуманная прикольная там страда, которую очень часто вводят, собственно, в игровые миры парни из The Alliance. Вспоминаем того же Угрымага, который бегал и так далее. Ну, или что-то другое. Ну, посмотрим, посмотрим, что у вас в Альянсе, и так далее. Ну, ждем. Почитываю я, собственно, что вы пишете в Твиттер, как всегда, хэштега СЛТВ. Ну, или просто, собственно, меншин в Твиттер мне пишите. Я, если что-то интересное, веселое, вы будете мне писать, буду зачитывать. Так что пишите, если хотите. По поводу матча, опять-таки, и всего остального. Гирокоптер у нас все-таки появляется, да, и эту страду, которую мы видели уже не один раз, даже видели, если я не ошибаюсь, вчера или после, или позавчера. По-моему, Митраст, похоже, пытались играть. Да и китайские команды очень часто, похоже, играют. Гирокоптер соло легкая, трипла лавстиллер Рубик что-то и Драгонайт. Соламид. Вариант есть с, например, с таким чудесным героем, как Визаж. Сегодня все ваши зрители на последних звонках. А что, подождите, какое число сегодня? А, 24 мая, да, это же действительно последние звонки. Поздравляем всех, кто там закончил учебный год и так далее. Влад, не злишься на китайцев. А о чем не злиться на китайцев? Я вообще от китайцев тащусь в последнее время, от их Доты. Дота 2 Суперлига. Даже вот мы комментируем, мы комментируем с Каспером последних две недели. Ну вот все-таки, да, Укрмаг будет, то, о чем мы вспоминали. И только сейчас будет немного проапгрейдженная старота с Укрмагом, которую, наверное, отлично оттренировали ребята из команды The Alliance. Так вот, продолжу, опять-таки, про Китай. Действительно крутая тема. Вот мы комментируем азиатские отборщины, там топ-5 китайской команды не играет. И вот, если бы вы заходили к нам в студию, вы бы знали, что вот между мной и Каспером стоит постоянно планшет, на котором мы смотрим параллельную трансляцию в Суперлиге. То есть, комментируя International, мы также вот вчера смотрели Тонфу for Love на планшетике, который тут рядом стоит. До этого там IG, как проиграли Тонфу, тоже смотрели. То есть, пытаемся не пропускать, но что действительно сейчас очень-очень-очень интересная игра. Ну что ж, строту команды The Alliance мы видели не один раз. Сейчас основное, что будет последним пиком. Потому что ДК, я думаю, учитывая, что забанили они Фантом Ассасин, действительно анализировали, и знакомы они... Знакомы они с тем, как играют Альянсы. Ну, а мы знакомы, как играет... Как играет шведская команда. Вот такие визаж, как я, собственно, и предполагал, что будет у нас визаж. Давай сюда! Лода на Урсе Альянс ГГ! Вот это сейчас будет огниво, пацаны! Просто чувствую, такое будет огниво! Урса Ворьер! Огрмак! Бистмастер! На Медведя! Постоянный ох, пацаны! Это понятно, что это Угрмак без Игнайта, это Угрмак через Бладласт и Файр Бласт, и... Сейчас будет Дота, пацаны! Сейчас будет Дота! И Дота будет очень крутая, это факт! Вот так вот, вот так вот! Теперь главное и успеть! Очень быстро Альянсы заходят на Рошана! ДК пока об этом ничего не знают! И если ДК туда пойдут, они там, в принципе, могут получить лящей! Быстрее, 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 быстрее! Лода отбивается! Танкуете временем у нас Медведь! С4 тоже помогает! Очень быстро падает Рошан! ДК успеет сюда подойти или нет? Хорош! Ульется! Отличное начало! Молодцы, ребята! И падает Рошан! Лода с Эггисом! Все шикарно! Теперь разбегаемся по линиям! Теперь разбегаемся по линиям и реализовываем эту стратегию! Все должно быть отлично! Потому что план на игру понятен! Как будут играть Альянсы, понятно! Вот скажите мне! Вот многие, да, игроки спрашивали, даже вот игроки Empire и Virtus.pro поражались, почему в Киеве, когда играли Альянсы, бывшие еще NoTightHunter здесь на ландфиналах, за них болели даже больше, чем за Virtus.pro и за Empire! Потому что, ребят, ну как за эту команду можно вообще не болеть? Посмотрите, что они творят и как они это творят! Лода на РТК начинает его немножечко так похлебывать! Вы смотрите! Аки тоже здесь! Ну что, трипла у нас будет, собственно, Лода, ЕГМ и Аки! Очень все привычно! В миде у нас будет С4 на Бесмастере стоять против Драгонайта! Ну и в сложную у нас будет Адмирал Бульдог на Медведе стоять против Бёрнинга! Пауза у нас маленькая! Как вам начало, ребят? РТК пишет, я бухаю виски! Бухаю виски, он написал! Ну и будем ждать! Будем ждать! Суперстрата Атальянсов! И посмотрим, доведут ли они ее до ума! Видели мы здесь на лан-финале, здесь в Киеве Киберспорт-арене, в первом матче лан-финала, это было совсем недавно, 7 апреля, опять-таки, 2 месяца, полтора месяца назад, играли Альянсы с похожей стратегией, поэтому там не было Урса Ворьера, но опять-таки, через Угрмага, очень часто, опять-таки, пишут, что бухаю виски у нас в РТК. Я не знаю, что это значит, бухаю виски, он бухает виски. Шо, Кайле? Шо, лагает Кайле? Мы знаем, что это уже лагает. Кайле мы тут разбирали с Каспером, мы уже неделю просто, вторую неделю, то есть на китайской доте висим, мы уже знаем все китайские фразы. Кале, Кайле, шо, Кале, бухаю виски, все дела. Си-ся, не, си-ся, это нормально, си-ся. По-нашему, си-си это си-си, это хорошо, а там это спасибо. Ну, неважно. То есть, если вы выйдете где-то в Москве на улицу, подойдете к девочке и скажете, си-си! Она не должна на вас обижаться, вы ей объясните, что вы ей благодарите за то, что она радует ваш взор. Ладно, поехали мы смотреть доту. Лода тут может активно включать БК, у него левел 3 сейчас будет. Время таба первой. Вот он стан, вот он Клэп, РТК! Говорит, Лода, иди сюда! РТК пытается убежать! И неужели убежит? Ну неужели убежит? Уходит все-таки РТК! Да ладно, 6 хп! Ах, как же было близко! Как же было близко это все! Продолжаем наблюдать. Ну, мы видим, Лоду настреливает визаж вместе с Рубиком. Оно довольно неприятно. Но в любом случае, тут можно стоять на этой линии. Опять-таки, как мы видели, если РТК попадается под стан, беда, вот он стан, вот он еще один, поднимает опять-таки Лоду РТК, и опять-таки РТК уходит. И опять-таки на одну тычку. Лода чуть не потеряла Эггис. Ну, Лоди не станет. Смотрите, как кульгает эта Урса. Я болен. Мэйдэй, Мэйдэй! Need help? Спрашивайте вы, что у меня за анонсер. Ребят, это Period Flags Аннонсер, который был добавлен, собственно, в Доту вчера стоит. Он 9.99. Вы можете его... приобрести в Доту 2 магазине. Пошли тут, я вижу, Твиттер просто взорвался. InLoda, VTrust, все как положено. Как всегда, действительно, надежда на Лоду и... Смотрим дальше. Ферстблада по-прежнему не было, и Ферстблад у нас должен произойти очень скоро. Я надеюсь, что не будет слишком затягивать Альянсы с реализацией своего Аэгиса. Напомним, он-то 6 минут всего на всего действует. ДТ, кстати, забрал С4 в миде. Банка у него имеется. Будет он, понятное дело, ее обузить. У Драгонайта баночка уже полетела на базу. В то же время здесь мы видим, летит тапок для С4. Аки тут накупил немножечко регенчика. Опять-таки, чтобы Лоде помочь. Ну, Лода сливает здесь Аэгис. Он нагло подставляется, чтобы его убили. Да, потому что, ну, регенится. Это не вариант тратить настолько много регена. Поэтому намного проще потерять Аэгис. Все равно это бесполезный, в принципе, артефакт. Мало в левелах игры. Мне кажется, или Лода будет делать ТП на тревелах на птичку Бестмастера. Ребят, вот может быть абсолютно все, что угодно. Есть еще такой классный товарищ, как Адмирал Бульдог на Медведе. Который на этом Медведе играет лучше всех в мире. Кстати, я очень хочу проверить, какие пинги. Да, проверили, какие пинги. И пинги 99-100. Да, только у вашего комментатора 400. У ребят все нормально. Здесь в тем временем драка. Лоду опять-таки отбросили. И, ну, вот третий раз. Третий раз уже, собственно, врывается опять-таки на того же героя. И опять-таки спасает Рубик всю движуху. Ну, а здесь мы видим на стакана. И Рубик вместе с визажом пытается флитболтами, плюшками воровать у ЕГМа капусту. Хорошо запулит здесь ЕГМ. И не дает просто так у него деньги украсть. В любом случае, Трипла пока действует довольно уверенно командой Альянс. Ну, и мы видим, что у Урса, правда, Крипстат 8 на 0, в то время как у Найкса 12 на 2. Но это не самое главное. Самое главное, что С4 в миде линию выигрывает и Адмирал Бульдог! Адмирал, Бульдог, да кто угодно! Трипла, Соломит, ну, Адмирал, Бульдог, чтобы убил Бёрнинга на Ферсблат! Тану вас! Адмиралушка, ты мне денег должен. И опять пропустил ПБ. Станк, ЕГМ, еще один. Лода, хлоп-хлоп, 2-0. Альянс ГГ. Смотрим дальше. Пятая минута. Да, и ЛД тоже тут пишет, что он тоже пропустил. Он не ожидал увидеть Ферсблат там, где он произошел. Ну, да неважно. Инвиз, кстати, здесь у Супера. Возвращается он в мид. Ну, С4 здесь ДД, а Супер с Инвизом. И кто круче, а? Я думаю, тот, кто с ДД. Потому что Инвиз, конечно, хорошо, но ДД, говорят, покруче немножечко. Вот он, Инвиз закончился. Кстати, конечно же, через Брэсфайр качается Драгонайт. Потом будет качать Драгонблат. ЛОДА. ЛОДА, ЛОДА, ЛОДА. Ну, Пызы надо по быстрячку еще с ЛОДИ делать. И продолжать давить дальше. Болеешь ли ты за Альянс, спрашивают у меня. Ребят, я вообще на них 30 долларов поставил. Шучу, конечно. Да, болею. Понятное дело, что болею. Ребят, если европейская команда на лан-финалах из шести команд, напомню, три китайских, одна малазийская, одна американская команда, ну и чемпионы Старладера, шведы, Альянс, ЛОДА, Аки, С4, Адмирал... Да как вообще за них можно не болеть? Проблема у Адмирала Бульдога. Ракета в него летит. Будет ли ТП, чтобы сайвануть корни? Ну, конечно же, корни. Давай еще одни, Бульдожка. Какие еще могут быть вообще вопросы? Бернинг, корни. И давай еще раз. Сейчас откулдауниться. Вот они откулдаунились, засловили. Здесь же ММА. Поднимает Медведя. Бульдог до конца. Бульдог сейчас вызовет Медведя к себе. Нет, он решил еще убивать Кю-Кю-Кю. Здесь С4. С4 с ультом. На Кю-Кю-Кю тратить не будет, потому что здесь и так хаплык. Кю-Кю-Кю-Кю-Кю-Кю-Кю-Кю. До свидания, братюня. С4, кстати, здесь мы видим засловленный. Надо ему быть осторожным. Боже, Адмирал Бульдог такой царь просто. Я, блин, вообще просто царь. Мы знаем, что у него, собственно, корни забинжены на кнопку D. Это он в интервью говорил. То есть у всех корни они проходят, когда надо. А у Адмирала Бульдога это просто скилл. Надо проходит. Не надо, не проходит. Ну что, 3-0 Альянс, седьмая минута. Бёрнинг. Бёрнинг настолько унижен на линии товарищам Адмиралом Бульдогом, что вынужден фармить леса вместе с ММА. Что здесь делает Найкс? О, мой бог. Лода Урсой прогнал триплу со своей линии. Тупо в свой лес. Вы понимаете, что сейчас вот этот весь теннисный стадион, который мы видели в Шанхае, полностью забитый китайскими фанатами Доты, там, не знаю, полторы тысячи или сколько их там, они сейчас просто сидят все с отваленными челюстями и не понимают, что происходит. Как просто-напросто вот команда Альянс с точки зрения китайской консервативности в плане пиков Доты 2, ну, не очень-то китайцы консервативные, но чтобы такое напикать, О, Гермак, Лишракфер с пиком и Бистмастер с Урсой, они просто сидят и не понимают, что вообще происходит. А мы-то понимаем. Мы-то знаем С4 в миде, траблы у него, С4 будет ли ультовать? С4, есть хелпа, по Суперу стан, Аки рядом, зажигает тоже Супера, ЕГМ, ЕГМ выжигает Ротекан, топоры полетели в ответку и отличный, отличный сейв, собственно, от команды, не дают в обиду своих, здесь Адмирал Бульдог против двоих дерется, тупо против двоих Бульдожка, но здесь Драгонайт и Бульдожка, наверное, закончится. Да, Адмирал Бульдог, юзает стики, С4, ультует, поздно, ММА надо убивать, ММА не убили. И, ну, тут плохо получилось. Плохо получилось, потому что Рубик ушел едва-едва живой и не смогли выцепануть. Ну что ж, 3-1 на счет, 9-ая минута. Лода, Лода, Соло Дота. Что, Лода, мы видим, надкусывает крипов, продолжает фармить. Крипстат у него однозначно, понятное дело, лучший на карте, 47 на 13. Кстати, товарищ Рошанта через минуту появится. Тут стоит уже иллюзия Найкса и понимает, что будет беда. Боже, бедный Найкс вообще не знает, что ему делать. У него 22 крипа и ФСИ, он тупо не знает, куда деваться. IceFrog is now playing Dota 2. Отличная новость. Ну что, Бёрнинг, IceFrog пришел фиксить просто Урсу. Что за фигня? Ну что, и Рошана сразу же, моментально в смоке, будут убивать сейчас Альяцей. Иллюзия Найкса палит всю движуху. Ну а если они даже сюда придут, они получат. Не-не-не, идут! Идут, ТК, алло, вы что вообще суицидальные? Нет, все прекрасно, они понимают, они понимают, насколько больно им здесь будет. Ребята, девятая минута, 32 секунда, второй Рошан падает. Алло, Китай, просто передачи про доту у нас. Аналитическая передача про доту под названием Алло, Китай. Бёрнинг на топе, бьет Тауэр. Ну он Бёрнингу надо скоро будет надавать плящей. Вот он, Медведь с Бладластом второго левела. А ещё будет Урса с Бладластом второго или третьего левела. Ну вот надо ультимейджем качать. Понимаем, будет мультикассить. Вы посмотрите на этого Медведя, он же размером с пятиэтажку будет скоро. Когда у него ещё будет армлет, когда на нём будет валяться, когда на нём будет четвёртого левела Бладласт... О, да, вот смотрите, побежало вот это чудище заморское. Оно и так хавает, а с Бладластом это же вообще борода какая-то. А ещё Медведь там, а ещё Ауры. Ух, короче, очень тяжело здесь будет в команде ДК. Главное не ошибаться Альянсом. На топе Бёрнинг всё-таки заберёт Тауэр. Нельзя отдавать. Есть маяки сюда. Там три уже героя команды ДК. И, наверное, Альянс отдаёт вышечку. И по товарам сейчас становится 1 на 1 на 11-й минуте встречи. Ну что, нажму я, пожалуй, кнопочку F6. Если посмотрим, видимо, что 4000 голды преимущество у Альянс по XP, 4500 и 1000 шведы хорошо начинают Тауэр сейчас снизу забирать. Пошли уже информации, что Айсфрок увидел, как у Медведя корни проходят, сошёл в игру пиксить. Что это за фигня вообще? Там 2-1 по товарам. Да, 2-2, то есть был 1-1, стал 2-1, стал 2-2. Сейчас будет 3-2, если тут отдадут. Ну, кстати, Альянсы вот этот Тауэр-то побыстрее заберут, а на топе у них есть, а нет у них партификейшна. Ну и Драгонайт мы видим без формы, кстати. И можно делать туда ТП с 4, правда, битой немножечко. Аркантапки здесь имеются. Лода, Фуэзи, Владмирс. Они сейчас на трон пойдут, лол! Они сейчас пойдут на трон! А чё бояться вообще? А чё бояться? Есть чудесная такая фраза в русском языке. Ладно, не буду её говорить. Так, Медведь поймал ракету. Ротэка, Лода, Клэп, плюшка, пол-ХП. Лоде пофиг, задули. Ультимейт, Бёрнинг. Лода грызёт его, сгрызли буквально моментально. Там умер у нас ЕГМ. Лода тоже теряет Аэгис. Так. Лода. Лода уходит отсюда. Рановато немножечко. Рановато. В любом случае, до 11-ой минуты Альянсы на Т3 заходят. Времена ДТС-2010 прям просто-таки всплывают у меня. Памяти. Да, конечно же, вы угадали фразу, которую я хотел сказать. Ну и напомню вам, что это Best of One. Все матчи в группе играются Best of One. Ну, на топе потеряли Тауэр. Здесь потеряли Тауэр. То есть три Тауэра потеряли Альянсы. Забрали тоже три. В любом случае, Аэгис здесь был профукан, в принципе, бездарно. Могли бы как-то поумнее. Посмотрим, что будет дальше делать. Так, Бульдожка тем временем с Армлетом. Вот когда у Бульдожки будет Армлет и четвертый Бладлас на нем. Бладлас второй пока. Ну, он сейчас седьмой левел у Аки на подходе. Две пары, кстати, Аркантапка, потому что здесь уже... А, и Мекка, кстати, у С4 на подходе. Мы видим Лода 1400. Может, Блинк все купит? Я не знаю. Давайте прокликаем героев команды ДК. Мы видим, Лотар собирает Драгон Найт. РТК, есть Барабаны, есть у него Фейзы. То есть, в принципе, Найкс пока не опасен. ММА на Рубике есть, у него Аркантапки. Тут у QQQ на Визаже есть очень много пользы. И шесть убитых крипов. И все они, наверное, лесные. Но ДК-то понимает, в чем суть. Им нужны бабки, они будут забирать вот эти вот Таура. И, вы знаете, в принципе, смогут это сделать, я думаю. Или все-таки будут дефить. Нет, ну, тут понятно, что надо размениваться. Потому что сейчас сильнее Альянс. И это факт. Альянсы заберут один, Альянсы заберут второй. До Рошана шесть минут. Шесть минут до Рошана. То есть, на девятнадцать... Ну, мы помним. Девятнадцать сорок. Девятнадцать тридцать восемь. Девятнадцать сорок. Будет третий Рошан. А это Сыра Эггис. На двадцатой минуте. Если все этого РАПа забирать. Но они и потеряют все этого РАПа. Понимаете? То есть, они не хотят... ДК, понятное дело, не хотят драться. Неужели здесь будет врыв сейчас атаки? Да, есть врыва двоих. РТК улетает отсюда. И поймали Кю-Кю-Кю. Там... Кстати, РТК сбивает С4. Лол, и двоих можно поймать. Кю-Кю-Кю уже закончился. И здесь Кабана нету. Есть же Кабан. Почему не вызываем? РТК. РТК ждут, пока у него закончится сейчас рейдж. Погоня за ним до конца. Ну, нет, забили. Лол, ну, вызвал бы Кабана. Ну, не успел бы, наверное. Просто-напросто Кабан бы даже не сделал тычечки. Пятнадцатая минута игры. Пять на два. Пять на два впереди Альянсы. Лода. Лода мы видим. С Ладмирсом фармит пока леса. Девятый левел. То, что с левелами пока беда. Это, конечно, не очень весело. Хотя как беда. Пять тысяч голды, пять тысяч экспы. ДК красавцы, конечно. ДК не зажимаются на базе, как это сделало большинство команд. Они действительно играют очень хорошо. Пытаются максимальную пользу вынести. Собственно, с того, что у них на данный момент имеется в игре. Ну, я думаю, вынесут ее. Мы видим, как они сбирают того раза. Брали уже четыре штучки. И, собственно, знают, что на данный момент делать в игре. Вот он уже. У нас Бладласт третьего левела у лоды. На лоде, точнее, вот так. И просто постоянно вешает. Огромак стратеги. Да! Даггер у лоды. Даггер у лоды. Ну и что? Ребят, я думаю, надо до Рошана еще где-то организовать драку. Команде Альянс. И это будет самое оно. Мирал Бульдог. Мы видим, есть Армлет. 400 голды. Ну, вот теряет время сейчас Альянс. И есть мнение. То есть они очень отлично начали игру. Они начали игру так, что ДК не особо-то поняли вообще, что происходит. Но сейчас ДК уже поняли, что происходит. И вот у Бернинга пока нету БКБ. Желательно было бы подраться. Пойти по миду сломать Тауэр. Или на топе собраться, опять-таки, сломать этот самый Тауэр. Ну, пока не особо хотят. Будем надеяться, что захотят в ближайшее время. И все будет ок. Ну что, до Рошана 3 минуты. 3 минуты до Рошана. На 19.30. Это будет третий Рошан. Это Сыра Эгис. ДК на него уже пойдут. Отдавать Сыра Эгис уже на 20-й минуте. Это, конечно, очень-очень невесело. Ну, Альянсы, конечно, просто красавцы. Приехать в Китай на ландфинал. И в первом же матче. Езнуть вот такую вот суперстрату. Ну, в принципе, я уже говорю, вспоминается, опять-таки, ДТС-2010. И вот эти суперстратегии артстайла с Шеду Престом, Суламид, Энчатерской, там, Медведем, который на то время вообще его никто не знал. Что, очень, смотри, двойной мультикаст. И очень быстро. Лода прыгает на ММА. ММА пол-ХП. Ну, вот ММА красавчики. ММА уже третий, четвертый раз в этой игре реагирует просто отлично. Ну, и могут попытаться зайти сейчас на хайграунд парни из Альянса. И здесь теряют и два тавера, и Драгонайт форму заюзал. Вы смотрите, вот так вот. Есть партификейшн. Ракета летит в Медведя. Альянс. Нет, не уходит пока. Альянс просто отошли. Ну, и здесь, кстати, птички имеются. До Рошана две минуты. Лода. Ну, и все остальные тоже здесь, поверьте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, в Лотаре ловят Лоду. Как же неприятно. Сейчас будет умирать. Все, надо забить на него. Лода тут умирает. Вот и это слишком уже было непредусмотрительно. Слишком нагло. Это 3-5. 19-ая минута игры у нас. И вот дождутся, понятное дело, Лоду Альянс. И вот, собственно, придется на Рошане стоять. Лотар появился у Супера. ДК играет хорошо. Пару просто не видно с моим пингом. Бывайте такое. Так, Бёрнинг. Бёрнинг 500 голды до БКБ. Ну и на Рошане, в принципе, теоретически у него БКБ уже может быть. Появляется Лода, идет на топ. Лода Пурман с Шилд. У него мы видим в стэше. Предпочел стик. Ну и телепорт, конечно, чтобы степишься на Т2-тава. Здесь личный вард, кстати, поставили ДК. Будут они видеть, кто-то пушится на Т2-тауэр и подтягивается на Рошана. Если кто-то будет подтягиваться на Рошана. Ну и не забываем, что три очень-очень плотных героя. Лода. На Бёрнинга. Лода. Осторожно. Надо быть здесь ему. И прекрасно это понимает. Ну и появляется третий Рошан. Вот он, вот он. Через 15 секунд будет готов. ДК прекрасно знает, что третий Рошан появился. Здесь варты уже натыкал Аки. Хорошо натыкал. Если здесь Сентри либо ГЕМ. ММА мы видим. Нету Сентри. Супер нету. Бёрнинг нету. Кю-кю-кю нету. Поэтому этот Сентри вард будет стоять. И в принципе, если будут заходить сюда, то Драгонайта в Инвизе заметят. Если будут заходить. Но мы видим, куда идут сейчас ДК. Вот Аки. Ещё один Сентри вард тыкает. Вот. И этот Сентри вард палит контору. ГЕМ заныкался. Ещё один Сентри вард. ГЕМ. ГЕМ успел что-то там кастовать. Умирает моментально. Кулдаун. Отходят здесь Альянсы. Так. Лода. Бладласт. Медведь. Медведь. Проблемы. У него корни прошли. Медведя очень больно бьют. Летит сюда ракета. ДК отгоняет команду Альянса Трошана. Здесь же висят птички. Ну и без лишрака не хотят Альянсы сейчас драться. Ну а ДК знает, что делать. Лода. Так, спит на 40%. Мой спит на 14. Всё как положено. Вот кабан птиц убивает. Нормальная война такая. Ну а ДК-то, кстати, два тавра в миде попытается забрать очень быстро. Не может сюда лишь рачок добраться. И будут с двух сторон заходить сейчас. Ребята из Альянс напали на С4. С4 если сбреет его МЕК от С4. С4 проседает очень сильно. Не успел ничего сделать. И Лода тоже не успевает ничего сделать. Просто-напросто раскайтили здесь игроков. Команды Альянс забрали одного Рубика. Разменяли уже на двух кэрри. РТК получает ультимейт. РТК умирает. Всё-таки здесь очень больно настреливает гирокоптер. Аки отходит. Корни прошли по Бёрнингу. Бёрнинг тоже умирает. Размен уже 4 в 4. Масс байбэк. И Адмирал Бульдог берётся. Закончилось здесь. Ульта у Драгонайта. Боже, какая драка. Только что была ММА. Здесь же ворует у нас. Мы видим Call of the Wild. Я не знаю, сколько там было байбэка. Там и Урса, Лайфстиллер, Гирокоптер. 7-8 в счёт в пользу Альянс. Был счёт больше в их пользу. То есть, я не знаю. Ну, тут байбэк точно делал Лода. Точно байбэк делал у нас С4. Там байбэк делал опять-таки Урса, Лайфстиллер и Гирокоптер. То есть, на Урса там, Лайфстиллер, короче, всех поубивали вообще. И продолжается у нас экшн. Лода. Ну, ДК, понятное дело, это третий Рошан. Это на этом Рошане будет тут стоять они очень долго. Бёрнинг. Купил себе Госскептер. БКБ не будет. Вот Госскептер это очень умная тема. Потому что, ну что, Лешраки у Гермаки. В Госскептере, в принципе, Бёрнинга не убьёшь. Да, можно же действительно чуть байбэк и увидеть, что Урса делала байбэк Бистмастер с этой стороны. С той стороны делал байбэк три героя. То есть, получше получилось, да? Ну что, Рошан. И поехали, поехали. Лода очень быстро царапает Рошана. С4 рядом. Взлетает птица, её убивают. Птица ворованная. Супер. Супер бежит сюда, видят его. Видят его. Лода один остаётся. Лода пленкается просто в Бёрнинга. Лода. Лода отъедается от Супера. Всё равно умирает Лода. Здесь пытается убить Супера как-то. Супер живой до сих пор. Супер умирает. Бёрнинг уходит отсюда. РУТК сприли. Два в один. Пока погоня сейчас за Бёрнингом. ЕГЭФ. Станк. Бёрнинг. В таверну. Нормально. Три в один. Альянс. Лоду потеряли. Как же Лода отъедался от этого Супер Супера. Драгонайт делает байбэк. И пошла дальше у нас Рубилова на Рошане. Всё-таки забирает здесь ребята из Альянс Рошана. Третий Рошан. Нет. Не забирает. Супер. Супер. И давай его месить. Просто Адмирал Бульдог с башеном. Супер. Корни проходят. Супер. Без байбэка. Адмирал Бульдог не отпускает. Супер. Корни по ММА. Адмирал Бульдог. Даблкил. Доминейтинг. Гармошка отберён. Флакса. Фантастика какая-то. Вау. Вот это да. Смотрите. Они не бьют его. Ждут Лоду. Вот он Лода. Вот он Сыроеги. Сыр заберите, братюни. Это третий Рошан. Так. Ну что. Лода БКБ. Если Лода соберёт БКБ, на этом, в принципе, игра закончит. Ну хотя, что БКБ. Гирокоптеру пофиг на БКБ. Гирокоптер основной демочек сейчас сносит. Гирокоптер всё-таки собирает своё БКБ. В любом случае, имеется Сыроеги у команды Альянса. И, наверное, есть план вот сюда пойти. Нет? Не хотят они так сделать? Али лучше не надо. Да надо-надо, Федя. По баблу мы видим. Преимущество 8000. По XP почти десятка у команды Альянс. Лода 0-3-5. Это не суть важна. Отличная всё равно игра от Лоды. Понятно, собирает он весь фокус на себя. Понятное дело, что, считая ещё два потерянных Эггса, это 0-5. Ну, никакая разница, ребят. Пока вся команда ДК убивает Лоду. Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог там уже сейчас с Ирами. Уже практически... Ну, не практически. Кирасу собирает. Купил Гиперстоун себе. Через низ будут пытаться зайти сейчас Лода и компания. Вот они, крипы. Лода уже готов на кого-то прыгать. Альянс ДК. Первый играл он финал в Г1 Чемпионс Лиги. Это официальный русскоязычный стрим. Комментирует Вилат. И мы смотрим такую игру, ребят, что все, кто проспал или куда-то там пошёл, они столько много теряют. Это борода. Ну что, медведя убивают. Новый медведь будет у Адмирала Бульдога, конечно же. Вот он. Вот он, новый Мишка. На баф пойти его, говорит Бульдожка. Вот он, один баф. У Тавара осталось, мы видим, 300 хп. Можно переждать, пока у Дракона закончится форма. Да, уходят на топ. Надо лететь. На топе у нас Адмирал Бульдог как раз. Нафармлю себе Кирасу. Ну, как раз, когда они будут формы, они не успеют просто, наоборот, пойти. Ну что, 13 на 8. Альянс у нас впереди. Видим, ЕГЭ, МАК и в миде зависли. С4 тоже здесь. С4. Помогает сейчас Лоде. Лода до БКБ осталась нафармить ещё 1400. Смотрите, побежали куда-то. Ну, без Бульдожки нельзя, ребят. Ну, в коем случае нельзя без Бульдога? Я понимаю, что Лода бесстрашная. У него есть блинки. Его все боятся. Он по вардам бежит. Ему пофиг на всё. А, нет. Это они как раз переждали форму Дракона, что ли? А, а. Ну, вот действительно. Я думал, что они забили на это. Они просто переждали форму Дракона. И сейчас идут без формы Дракона. У них есть ещё целых 30 секунд. Будут пытаться всё-таки снести что-то. Но там фортификейшн. Они не успеют просто. В любом случае, опять-таки, заставят потратиться. Ну, и Аэгис-то будет действовать ещё 2 минуты. Аэгис тоже ж надо как-то слить. Только на этот раз по-нормальному слить. То первый и второй были слиты как-то по-дебильному. Так, ну что? Медведь без Керасы. Неважно. Набафать его. Набафать Медведя. Почему только Энербист? Медведя поднимаю. Так, Лода. 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 Лода теряет Аэгис на ровном месте. Вообще ничего не успел сделать. ЕГЭ. Прячется С4. Ультанул в Ротэка. Ротэка сбрила. Ротэка. Ротэка в таверне. Здесь стан от Лишрака по троим. ЕГЭ. Сарюга. Сарюга. Бёрнинг горит у нас в госкептри. Аки. Стан по Бёрнингу. Минус Бёрнинг. Двое в таверне. Байбэк Бёрнинга. Адмирал Бульдог. Птица его нарезает. Убейте этого ККК. Медведя подняли. Так. Медведя набафали. Тавр стоит. Был байбэк от Бёрнинга. Аэгис на байбэк разменяли. И на смерть Найкса можно сейчас зайти. Там есть по-прежнему фортификейшн. Драгонайт у нас. Так. Ну вот зашли ещё раз. Птички. Птички сели. Застанили. Драгонайт летит в форме сюда. Ну и минус Медведь. Не получается. И мы видим кулдаун на Медведя. Надо уходить Альянса. Не получается снести. Да, они всё равно сильнее. Да, они знают, что делать. Но снести пока не получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот он в арте. Прыгает Лода. Просто на супер. Гац, гац, гац. Его давай. Стань сюда. Лишрака. ЕГМ царь. Но Лоду убили. ЕГМа тоже убивает. ДК. ДК, конечно, играет просто. Обе команды нам показывают уже уровень Интернешнл. Вы знаете? Это действительно уровень Интернешнл. Да, и Лоди, Лоди. Нужно, нужно нафармить Блэкинг Бар. Без Блэкинг Бара действительно он абсолютно бесполезен. Агоним, кстати, у вас 4. Ну что же, РТК. Супером. Два тавра в миде пойдут сейчас забирать. 30-ая минута игры. По деньгам вот 7500 по экспе было 10 тысяч преимущества у Альянсов. Но, блин, вы понимаете, что герои у них намного хуже, чем у ДК. Ну и Бёрнинг без 150 галвы с БКБ. Рошан через 4 минуты. Стоит ли его ждать? Или стоит попытать счастье еще раз? Ну, я не знаю. Думаю, наверное, стоит ждать Рошана. Потому что тут уже неприятно. С-4 мы видим здесь пока. Фарми Тэншетов. Ну, неожели, опять-таки, отличная идея, отличная страта с лишраком команды Альянс... С лишраком, извините, с Угрмагом команды Альянс не сработает. Ну, вот мы видим, сколько осталось времени до Рошана. Да, и понятное дело, что будут ждать Альянс. Это был 4-й Рошан. 31-я минута игры пошла. Ну, и ЕГМ. ЕГМ, кстати, блин, такие мувы тоже выдает шикарные у нас в игре. Согласитесь, такие станы по-троим. Хоть сюда-сюда я бы раздулся, угрома. Мы видим, имеется у него второй уже мультикаст. Ну, и понятное дело, что 4-й Бладлас. То, что от него надо. Магнуса только не хватает здесь. Бестмастера. Ну, и Нербис тоже хорошая тема. Ну, что. И Альянс, и понятное дело, что абсолютно все свои идеи и силы тратят на то, чтобы дождаться этого Рошана и его убить. Вот у Лоды есть БКБ. Но мы все равно понимаем, что у него 1500 хп. И для Геррокоптера с Найксом, с ДК он просто хавчик. Смотрите, что у ДК. У ДК Трисманов и Вейжен. У Геррокоптера. Лотар, ну вот ДК тоже боятся. Они не знают. У них нет вижена вообще на карте. Вот здесь на линии стоит вард один. Они не знают, где Альянс. Они боятся выйти с базы далеко. Это плюс для шведской команды. Шведы могут это время с умом тратить. Они так и делают. Они формируют весь лес. У них пушатся линии. То есть, ну, шведы времени зря не теряют. Они не тупо стоят на своем хайграунде, ждут Рошана, как это делает ДК. И это плюс. Ну что, Альянс рубит, рубит леса. И вот он Смоук. И вы знаете, теоретически-то Бёрнинга можно поймать. С4 ультует. Бёрнинг без байбэка. Птицы! Найс! Но Бёрнинга убить-то надо. БКБ включает Бёрнинг. Колдаун. И Бёрнинг выживает здесь. Лол! Ну это полный трэш. Убили только визажа. Но в любом случае Рошан появляется скоро. Хороший был Смоук. Убили бы Бёрнинга. Было бы очень круто. Два варда просто. Тыкнули. Ну и Драгонайт Халибарда. Алибарда заглушить Урсу надо. Как-то. Ну что? Четвёртый Рошан. 34-я минута. У нас четвёртый Рошан уже. Были бы это отборы на Интернешнл. Хорошо. Сыр-Аэггис очередной. Аэггис сюда. Сыр сюда. Всё понятно. Понизу. Пошли. Вы успеете. Ну 30 секунд не успеет. Конечно. Ну что? Через 10 секунд будет уже готов Бёрнинг. Но сыр-Аэггис. Ну что? Попытка очередная. Сыр-Аэггис имеется. Вы бы видели, как сбривается Бёрнинг. Просто в секунде. Кто-то подставится. Вижен нужен на хайграунде. Понимаете? Чтобы ультанул Бисмастер. И туда же ворвались. Вот супер. Вот Блатар или Барда. Вот так вот. Вот так вот. Медведь. Вы смотрите на это чудище. Просто смотрите на этого медведя. Его надо увезти отсюда. Но медведь тоже очень быстро умирает. Это понятно. В любом случае Тавр упал. Тавр упал. Вот всё, что надо. И теперь есть новый медведь. Тройной мультикаст. Всё отлично. Ну и что? Голые бараки. Ну вот видите. Мишка. Мишка слабый. Ну слабый. Там просто сильные герои. И буду ждать пока у Драгонайд закончится ульт. Ну понимаете, что там между ультами там будет секунд 20. Вот этот хотят промежуток поймать парня из Альянса. По баблу мы видим 12 тысяч ведут Альянс. По XP 14 тысяч. Ну что, поехали, 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 поехали. Там Драгонайт. Где он там, этот Драгонайт? Вот он, Драгонайт. Без формы, ещё 30 секунд. РТК. Корни прошли. Лишрак. Бейсмастер ультует в Бёрнинга. Бёрнинга. Цап, цап. Лода. Просто вы посмотрите на эту Урсу. Все убегают от него. Лода отгрызает нереальные куски. Клэп. Кью, кью, кью. В таверну и здесь сгрызает супера Альянс. Отстапабл, адмирал, бульдог. Минус 3 в исполнении команды Альянс. Включаем байбэк и мы видим, что есть байбэки. Есть байбэки у Найкса и у Рубика, которые живы. Минус низ. Сразу же ломать вверх надо идти. Мид не могут, надо сломать вверх. Ребят, не уходить ни в коем случае. Или сломать Т2 и мид, или сломать вверх. Скорее всего Т2 и мид. Да, Т2 и мид. Мид с мидом 2 за мной. Хорошо. Хорошо, есть еще очень дофига времени. Можно сразу на две линии разойтись. Вот, побежал. Нет, так и не побежал. Там ультимейт. Найкса, Ротэка, таверну, таверну. Отлично, ЕГЭ в килинг спри. Есть байбэк от Найкса. Мало ли, мало что это даст, конечно. Бараки в миде падают. Не могут ничего сделать. ДК против вот этой вот Ротэка. Медведя, медведь, медведь. Ротэка бьет, там баш прошел. Ну что, забрали один барак. И Лода. Проблема у Лоды. Лода на развороте. Клэп. Слушай, Бернинг, БКБ. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Просыпаются Альянсы. Лода один здесь. После Аэгиса Лода включает БКБ. И Лода пытается убежать, но... Вряд ли. Нет, получится. Почему не получится? Стан ЕГЭМ. И ТПА он сам делает, но птица его не отпускает. 21 на 12 счет у нас. Ну что же. ДК потеряли полторы стороны. И очень им повезло, что полторы стороны были, что два тавора стояли в миде. И действительно повезло. Мы видим, что Байбека нету, кстати, у Адмирала Бутдога. 40 секунд придется без него. Ну и ДК, вы смотрите. ДК-то, кстати, очень быстро снесут линию. Ну, портификейшн до конца, конечно, но все равно 20 секунд. 15 секунд до Адмирала Бутдога. Вот он, портификейшн. И мидо дают Альянсы. ДК тоже не накапшитый. Все-таки 40-ая минута игры на подходе, ребят. 5 секунд до Бутдога. Будет ли Дракой? Будет ли Бутдог ТП-шиться прямо в Драку? Отдают один барак. Так, один барак отдали. Бутдог уже жив. Да, уйдут, уйдут просто. ДК снесли только один барак. Ну, что значит только один барак? Один барак снесли и все нормально. Что у нас там с пятым Рошаном? Скоро будет. Адмирал Бутдог, кстати, сыр не прожимал. Он понимал, что нет смысла. И цело в паре, цело назад. Альянс побежали в атаку. Лода, кстати, приобретает себя тоже Башер, я так понимаю. Вряд ли это будет МКБ. А вот Башер самый... Там ничего нету, боже, вы смотрите. У него действительно ничего нету. 2400 у Бёрнинга. Зато есть байбэк теперь. Что, неужели пятый Рошан и заканчиваем? Он не прожал, потому что не успел. Ну, я думаю, если бы... Ну, может быть, не успел, конечно. Там его в станах держали очень плотно. Но если бы прожал, ему бы это ничего не дало все равно. Вот так вот Бистмастер. Вот так вот просто. Просто Бистмастер Рефрешер Орб покупает. Боже, С4 такой царюга вообще. Это борода. 2-1, 11 стат, 178 на 9 крипт стат. Ну и мы видим С4 с ЕГЭ вам на топе. Понятно, что альянсы ждут. Они ждут вот этих еще 3 минуты до появления 5-го Рошана, ребят. Ну РТК мы видим, купил себе Талисман оф Эвейджин. Ну и это типа должно помочь. А мы видим, что альянсы так немножко напрягают. Как бы типа мы готовы подраться еще, потому что у нас башер появился у лоды. И в итоге у нас 2 башера. БКБ у Медведя. Все хорошо типа. Поехали драться. Ну что, Найкс у нас. Мы видим, ничего нового не покупает. Здесь Мека появилась. У Рубика тоже там ничего. Ну и паузу ставит ДК. 7-2-10, Адмирал Бульдог. 7-4-9 у нас ЕГЭ, 4-11-7. Аки, 2-1-11. Ну лода 1-4-11 в последнем месте. Крепста тут 231 на 5 Берниг. Понятно, 192 на 16 лода. 188-21 Адмирал Бульдог. Минимум 19-й левел. Понятно, что их пасса большая. И NetWars у него самый большой. Продолжение следует... Ну что, очень что-то долго у нас затягивается пауза. Будем надеяться, что... Вернется сейчас быстренько у нас капитан команды ДК. И продолжится игра. 12-21 счет. По деньгам очень много было. В какой-то момент вообще 17 тысяч. Осталось 14. По XP 15 тысяч преимущество. Ну, с каждой минутой понятно, что это преимущество, оно все менее и менее значимо. Посмотрим. Давайте админы. Чините по фасту. У нас и так дилей бешеный. Боже, уже полдесятого. Мы с пяти утра в эфире. И еще первая игра не закончилась. Ладно, думаю, дождемся. Ничего не случится. Продолжение следует... Ну будем надеяться Я сейчас попытаюсь загрузить Видео с места проведения И посмотреть что там Как дела Боже 181 Тысяча А нет боже извините 81 тысяча 81 тысяча смотрят эту игру Я прям сейчас испугался Что это 181 тысяча На китайском стриме Ну и вот что там происходит Там мы видим Что-то какой-то админ сидит И помогает QQQ Видим ДК Немножечко такие Перепуганные скажем Ну не перепуганные А видно что В игре Очень тяжело им будет выиграть Вот пришли еще админы Уже трое их там А вот альянсы Адмирал Бульдог Уверен в себе У него все хорошо Уверен в себе Какие-то капли На камере Куча комментаторов Затягивается Немножко пауза Будем надеяться Что ненадолго Она затянется Я тут пока Видите Читаю чат Музыку ставлю Так что Я все вижу Что вы пишете И в твиттер И в чат И в твиттер И в твиттер Да ну и тишина И ничего не ясно Дилей Немножечко уже Начинают Грубо говоря Зашкаливать За предел Разумного И в твиттер Видите Кстати над головой Да У самого Если смотреть С нашей стороны Правого товарища Такой здоровенный Плакатище Даже Не плакат А такой Здоровенный Здоровенный Не прихода Конечно Просто ждем Пока что-то Произойдет Здесь Хоть что-то Здесь Произойдет Наконец-то Кюкюкюр Коннектнулся В игру И Мы Собственно Готовы Продолжить Матч Там Пока Показывает Еще Зрителей Довольно Много Их Ну и Сцена Конечно Роман Ну что Продолжаем Смотреть Продолжаем Смотреть За Игрой Так Ну что Лода Видим В миде Лода Кираса У медведя Мы видим Имеется Лода Ну Кираса Была Лода С С С С С С С С Сейчас У нас Будет Повторение Ситуации Лжедегин Финала Галиги Да То есть Два Сыра У команды Альянс Должно Быть Если Заберут Рошана Но до Рошана Еще Почти Две Минут То есть Надо потусоваться Где-то Здесь Медведь Цап 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 Медведь Конечно Жесткий Вы Спрашиваете Будет ли Еще Что-то Кроме G1 Сегодня Да Будет Сегодня Шесть Матчей На G1 Лиге И Вечером Будет Четыре Матча На Starladder И Кстати На Вифнате Будут Сегодня Играть На Starladder Вечером Все Это Подряд Будем Смотреть То есть У нас Сегодня Эфир Просто Без 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 Конца Сто Часов Подряд Так Ну что ДК Мы видим Иллюзии Гирокоптера Сюда Одна Заползла Контролит Рошана Вторая Ищет врага Враг Далеко Отсюда Лода Вот здесь Просто Формит Лода Кстати КБ У него Семисекундная Осталась Аки Госкеп Термидим С4 Рефрешер Это конечно Очень Отличная Штука Что Будет Смог Нет Не будет Смог Ваг Кстати Упал Ну вот Нельзя Давать Рошана Потому что Очень Очень Быстро Его Убьют ДК И Неужели Не догадываются Сейчас Об этом Альянсы Должны Догадываться Вот Альянсы Идут Сюда Так И Команда ДК Уже Их ждет Принимать Вот Пошел Найкс ЕГМ Видит ЕГМ Найкс Вот он Найкс Иди сюда Родной Бернинг 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 Тоже Иди туда же Супер Говорит Лода Здоров Здоров Мой Любый ДК 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 И гармошка От Перен Флакса В Украине Мы Это Называем Салат По-шведски Найс Ну что же Заканчивать Заканчивать Байбеки Мы видим Имеется Драгонайта У гирокоптера Просто Заходит Лода На этот Барак Забили Ну ладно Добьем По два Удара И Т3 Два Байбека ДК Последний Шанс Есть Вартификейшн Так Медведь Бьет Барак Здесь Супер Стан Медведя Ракета Медведя Лода Лода В БКБ Забашил РТК Бернинг Получает Ультимейт Бернинг Опять Супер Корни Прошли Медведь Просто Суперу Отрывает Такие Куски Супер Умирает У нас Медведь Побежал За ММА Проходят Корни ММА Там Умер Конечно же Эдмирал Бульдог Купил еще Лайфстилера И Команда ДК Пишет Гуд Гейм Уэл Плейд Альянсы Просто Напросто Нет Слов АПЛОДИСМЕНТЫ Вау Классная игра И Ну что же Давайте сейчас Сразу же обновим Турнирочку Почему бы и нет Привычка Не то Не то Не то Ну что ребят Мы с вами Посмотрели Первый матч Многострадального Турнира Под названием Г1 Лиг Потому что Что-то он Как-то аж Очень-очень Долго У нас Начинался Ну вот так Турнирная таблица Выглядит Сейчас Три очка У Альянсов Ноль очка У ДК Мы с вами Уходим на паузу Ребят Мы с вами Уходим на паузу И следующим матчем У нас Будет Игра Между Командами Вот это Вот неправильно Сейчас 8.43 Цет Давайте Поставим Что 9.00 Цет 9.00 Цет У меня будет 9.00 Цет Сыграет между собой Оранж Из Малайзии И Ликвид Из Америки Далеко не разбегайтесь Оранж Ликвид Следующая игра Минут через 15 Шестой сезон Легендарной серии Старладдер ТВ 16 Сильнейших команд Европы 120 Матчей регулярного Сезона Плюс Ланфинал Самые популярные Комментаторы Смотри Старладдер ТВ Через Дота 2 Клиент Эксклюзивный Старладдер Худ В подарок Билет Уже В продаже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому